Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию мушку зимнюю, которая тоже достаточно мелковата, это 18-й крючок. Как раз по поводу крючков я вам хочу и показать. Вот у меня крючок фирмы Gamakatsu, 16-й номер. Если его точно так же, допустим, прикладывать, то они не соответствуют по формату. Он значительно меньше по размерам. Но к чему я вам его показываю? Для сравнения, этот крючок выполнен из толстой проволоки. Этот же крючок выполнен из тонкой проволоки. Поэтому, исходя из этого, допустим, для сухих мушек, это очень даже хорошо использовать с тонкой. Но нам необходимо иметь вес. Поэтому я взял крючок фирмы Strike. Очень удобные, хорошие крючки, что касается материала. Плюс к тому же, он имеет, если вам вот так заметно, загиб, жало в сторону, что увеличивает подсекаемость рыбы. Такие же крючки фирма выпускает и без бородок, что зимой значительно улучшает нам извлечение рыбы. Немножко я огрузил обыкновенным свинцом, закрепил нашу нить. Давайте приступим. Для изготовления нам понадобится вот такой материал, который я неоднократно показывал. Это производная от материала Unifloss. Это новогодний был у меня дождик такой. Подхватил его совсем немножечко и проматываем аж за загиб. Останавливаемся здесь. В качестве тела я буду использовать обыкновенную, вот такую, как я вам уже неоднократно показывал, упаковочную пленку, которая хорошо себя зарекомендовала в наших с вами рыбалках. Крепим ее у загиба. Не имеет значения, допустим, больше-меньше. На обратной промотке мы с вами подровняем тело и окончательно все закрепим. И теперь аккуратненько возвращаемся к месту крепления свинца. Подхватываем наш материал так, чтобы не было у нас горблей. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Никакой приблизительно здесь мы тело не создаем. Немножко сделаем только лишь конусность. И уберем вот этот переход, который у нас возле свинца. Нитку можно любую, здесь не имеет значения, потому что нашу фольгу мы с вами будем клеить. Закрепили и нить оставим. Сделаем парочку узелков и нить оставим в середине нашей грудки. Установим крючок в удобное для нас положение, так, чтобы можно было обматывать фольгой. Можно наклонить, то есть так, как вы сочтете необходимым. Берем немножко капельку клея, наносим на цевьё. Большого количества нежелательно, так как он будет проступать через пленку. Клей, как я уже говорил и много задавали вопросов, я использую вот такой. Отрезали остатки и нить оставили там, где в середине нашей грудки. Я беру вот такой перманентный маркер и теперь аккуратно, полностью весь люрекс перекрашиваю. Цвет вы можете для себя подобрать любой, оранжевый, чисто зелёный, красный, то есть так, как у вас получится. Если нет, можете оставить в том цвете, какой у вас есть. Цвета подберёте сами. Оставляем. И теперь я беру уже наш люрекс голографический и аккуратненько теперь уже с небольшим шагом выполняю обмотку по телу. Дохожу до грудки. Здесь делаю один полный оборот и окончательно закрепим наш люрекс. нанесли капельку клея, закрепили остаточный материал. Я подготовил два пёрышка нашего павлина. Использовать можно как перо павлина, так и если у вас имеется вот такой вот даббинг. Я буду изготавливать из пера павлина. Крепим его здесь. нить уводим там, где у нас заканчивается свинец. Немножко промотаем вот так бортик, чтобы не вспрыгнуло наше перо. И нитку оставляем здесь. Теперь необходимо немножечко перышки перекрутить и изготовить здесь грудку. Пару оборотов я делаю за и двигаюсь теперь уже поддерживаем, чтобы наши перышки не разъезжались и двигаюсь теперь наклоню крючок, чтобы мне было удобнее и двигаемся теперь к нашему колечку. Дошли к месту крепления, закрепим теперь мы окончательно наше перо и остатки отрежем. Закрепили и отрезали остатки материала и я подобрал вот такое вот перышко из шеи курицы немножко крашеное по величине моих бородок. Если у вас нет, можно взять перо перепелки, куропатки, подобрать по бородкам и изготовить из нее ершик. ставим в удобное для нас положение крючок, крепим перо, закрепили перышко, я возьму перодержатель и выполним буквально пол два, сколько выйдет у нас оборотов позволит наше перо. обрезали остатки я нанес капельку лака на головку потом по необходимости добавите себе сами и вот такая уловистая мушка готова в сухом варианте я потом как-то вам изготовлю она довольно-таки тоже уловистая и изготавливается еще несколько проще благодарю вас за внимание до скорых встреч